Приветствую вас на программе Истины Евангелия с Эндрю Вомаком. Цель его служения – донести людей весть о Божии безусловной любви и благодати. Благая весть вещается через множество телесетей и Библейский колледж Харрис по всему миру. А теперь, пожалуйста, Эндрю. Я приветствую вас на программе Истины Евангелия. Сегодня вторник, и сегодня я продолжаю учить по теме «Как найти, исследовать и воплощать Божью волю», и я практически приближаюсь к заключению этого учения. Это шестая неделя, как я учу к этому вопросу. Мощные истины, которые меня благословляют, они изменили мою жизнь, и я делюсь с вами тем, чем сам живу, и говорю вам, что Бог благ ко мне. И Он сделал удивительные вещи в моей жизни, коснулся жизни других людей через меня. Все прекрасно. Вот что Господь показал мне, и все это также будет работать в вашей жизни. Я искренне в это верю. Я хочу подчеркнуть еще раз, что в эту пятницу будет заключительный день, когда мы предлагаем вам эти материалы на телевидении. Вы можете зайти на наш сайт, позвонить нам, сделать заказ этих материалов. Кроме этого, вы можете зайти на наш веб-сайт и получить эти учения, которые есть на CD и DVD, бесплатно. Большая часть этого учения доступна бесплатно на английском языке. Я предлагаю вам приобрести эти материалы не потому, что я что-то на этом заработаю, просто эти истины изменили мою жизнь. Мы с вами говорим о том, как исполнить Божью волю. Когда вы нашли ее, когда вы начали следовать ей, когда вы начали двигаться в нужном направлении, как нам дойти до финишной черты победителями, как нам выдержать все до конца, как нам не бросить все на полпути. На прошлой неделе я говорил о том, как важно научиться быть послушным Богу. Послушание практически стало ругательством для многих христиан сегодня. Они не хотят быть послушными, но необходимо слушаться Бога. И также я говорил о ваших личных взаимоотношениях с Богом. Если вы уповаете на Господа, не так, что вы сидите, смотрите телевизор, ешьте чипсы и ждете, пока Бог явится. Нет, вы сосредоточены на нем, как официант, который ожидает и смотрит на своего клиента, предвокушая его следующие нужды. И когда вы так делаете с Богом, то сверхъестественные действия и сила Божия будут проистекать через вас. Я цитировал Евреям 12 главу и хочу вернуться к этим стихам. Евреям 12 глава, первый стих. Там говорится, «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя, запинающей нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Мы возвращаемся к тому, о чем мы говорили на прошлой неделе. Нужно быть послушным Богу. Здесь говорится, что мы должны свергнуть себя всякое бремя, запинающей нас грех. Есть определенные вещи, которые являются грехом. Если вы живете в грехе, то все это будет мешать вам увидеть исполнение Божьей воли. Не потому, что Бог скажет, «Так, ты в грехе, и я свою волю не буду изливать». Если бы Он ждал совершенных людей, то никогда ничего бы не сделал, потому что все мы несовершенны. Когда вы живете в грехе, не Бог отключает поток, что называется. Вы сами перекрываете кран. Если живете в грехе, прекратите. Бог двигается в этом направлении, грех в том направлении, и вы не можете следовать за Богом и за грехом одновременно. Они идут в разных направлениях. Поэтому, если вы настойчивы в грехе, и я не говорю о том, что вы когда-то делаете ошибки, или у вас бывает какой-то момент слабости, вы теряете терпение, но когда вы конкретно живете в грехе, движетесь сознательно в этом направлении, используя благодать Божию, чтобы потакать свою плоть, то вы не увидите исполнение Божьей воли, потому что Бог двигается в противоположном направлении. Не Бог ставит на вас крест, что называется, а вы сами от Него уходите. Поэтому отложите всякое бремя, запинающий нас грех. Есть вещи, которые не являются грехом, и Бог не запрещает их делать, но нужно все делать размеренно, что называется, в балансе. Например, спорт. Нет ничего плохого в спорте, и Павел использовал спорт как иллюстрацию в своих проповедях. Он не стал бы использовать греховную иллюстрацию. Спорт не является грехом. Но вы можете довести до крайности это хобби, так что спорт займет всю вашу жизнь, вы будете так на нем сосредоточены, так много будете знать обо всех спортивных командах, что ничего не будете знать о слове. Нельзя в чем-то преуспеть, не оставив в небрежении что-то другое. Если вы ставите спорт на такой педестал, что не можете слышать Бога, изучать Библию, и больше радуетесь спорту, чем слово, то тогда это бремя, и оно будет вам помехой. Есть разные, самые разные вещи, которые могут стать помехой, которые сами по себе не являются чем-то греховным или плохим, но им есть свое место подобающее. Поэтому Павел говорит, что мы сверли в себя всякое бремя и грех, запинающий нас, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Вот одно из качеств, которые, я думаю, многие люди не имеют, им его не хватает. Наша американская культура, и, конечно же, нашу программу смотрят по всему миру, но большая часть западной культуры, западного мира сосредоточена на нетерпении. Маркетинг, те, кто занимается маркетингом, они используют это против нас. Почему вам ждать? Зачем вам ждать? Купите эту машину. 0% сейчас. Они помогают вам влезть в долги. Люди берут закладные. Ноль оплата, столько-то месяцев и так далее. Но нет ничего, что было бы совершенно бесплатно. Таким образом, если, например, вам дают какую-нибудь кредитную карту с 0% на следующие полгода, если 6 месяцев не будет никаких процентов, гарантирую вам, через полгода или через год процент будет такой огромный, намного выше, чем вы могли бы получить в другом месте. Так что так и иначе, они свои деньги обратно получат, и вы за все все равно заплатите. Но люди хотят что-то сейчас, немедленно. Они не хотят ждать. И поэтому натыкаешься на такие легкие кредиты, например, когда кто-то покупает дом. Если вы покупаете дом, и он стоит 30 тысяч, обычно вы заплатите 50 тысяч, а то и больше, 2-3 раза больше, чем этот дом стоит. Или машина, вы берете ее в кредит на 5-6 лет, то вы переплатите значительно, в отличие от реальной стоимости. Почему бы не дисциплинировать себя и не купить машину, которая будет меньше стоить, но которая будет нам по карману, которая будет нам верным образом служить, а потом на сэкономленные деньги мы можем купить новую машину и не покупать ее в кредит в оцене 2-3 раза дороже. Вместо этого мы сами себя загоняем в эти финансовые долги и финансовые обязательства. Можно растянуть оплату на 5, на 6, на 7 лет. Если вы так делаете, то обычная машина, она не протянет 5-6 лет без того, чтобы у нее не случилась какая-то поломка или ее нужно будет менять. Если вы взяли кредит на 7 лет, то оставшаяся часть того, что вы должны заплатить за эту машину, нужно будет подключить к следующему кредиту на следующую машину. И через пару раз, когда вы так делаете, вы забрались с такой финансовой дурой, с которой не сможете вылезти. Зачем люди так делают? В этом нет никакого смысла. Если вы сели и подумали о том, что я вам только что сказал, и, допустим, машина стоит 30 тысяч долларов, но я продам вам ее за 55 тысяч долларов, зачем вы станете покупать такую машину? Люди бы нормально не стали так делать, если бы знали, что делают. Но когда им предлагают разбить эту оплату, они готовы на это пойти. Зачем? Из-за нетерпения. Потому что мы хотим то, что хотим, хотим это сейчас. Чего мне ждать? Я просто пойду, куплю, и я поставлю под угрозу свое будущее, но сегодня я буду на стиле, я буду стильным, у меня будет классная тачка, я куплю дом, который не могу себе позволить через 2-3 года все как-нибудь самовыровняется. Это и называется нетерпение. И люди обожают так поступать, жить таким образом. Одна из праведных благодетелей это терпение. И здесь говорится, чтобы мы с терпением проходили предлежащие нам поприще. В служении я, конечно, привожу много примеров из служения, потому что я занимаюсь служением, это мое дело, я думаю о нем постоянно. Но я видел множество людей, которых Бог призывал, они услышали слово от Бога, они знали, какова воля Божья, но они были нетерпеливы, и они пытались силой заставить Божьей воле произойти. Я сам с этим сталкивался, и сам преодолевал такую трудность. В течение 40 лет я знал, что Бог хотел, чтобы у меня было всемирное служение, но это не произошло немедленно. И когда я впервые начал выступать на радио, я выступал на 100 с лишним радиостанциях. Потенциально радиорынок составлял около 9 тысяч христианских радиоканалов, радиостанций в Соединенных Штатах, которые принимали христианские программы. И я решил заполнить этот рынок, но та скорость, с которой я двигался в этом направлении, я решил, что никогда не покрою все радиостанции. И к тому же я планировал выйти на телевидение однажды. Поэтому пару раз я сделал свои попытки силой пробиться на эти радиостанции, сразу 100 лишних радиостанций к себе добавить однажды. Но тогда я практически разрушил свое служение, потому что слишком много, слишком рано. Я все время пробивался вперед. Но должен быть баланс. Нельзя бежать впереди Бога, но и нельзя отстать от Него. А я говорю вам, что вот это нетерпение, нетерпение стало орудием против исполнения Божьей воли. Если вы действительно хотите следовать за Господом, и чтобы ваши помышления были на Нем, о Нем, то вам нужно проходить свое ресталище поприще с терпением. Если вы слишком обрадуетесь, слишком побежите вперед, как я рассказывал недавно, как я бегал дистанцию 3,2 мили, и я побежал вперед быстрее всех. Сначала я всех обогнал. В начале этой гонки, даже первую половину этой гонки, я лидировал, но потом у меня закончились силы, я едва-едва последним добежал до конца, потому что я не сдерживал себя. Христианская жизнь — это не забег на 60 метров, это марафон, и вам нужно себя останавливать немножко, тормозить себя. Я учил недавно в нашей библейской школе на третьем курсе, и я говорил студентам, что вы должны жаждать Господа, но если вы не будете находить время для себя, для своей семьи, если у вас не будет времени для того, чтобы пообщаться с Господом, вы настолько обрадуетесь служению, служению людям, и будете служить с утра до вечера, 24 часа в сутки безостановочно, то однажды вы просто сгорите, вы долго не продержитесь. Если вы хотите за короткий период времени больше исполнить, конечно, это хороший путь, но если вы хотите продлить свое служение 20-30 лет, а то и дольше, то вам нужно себя немножко ограничивать, и вам нужно с терпением проходить поприще, которое вам принадлежит. Если вы не будете регулировать свою скорость, то вы навредите себе и в конечном итоге всем тем людям, которым Бог планировал дать вам служить, потому что вы сами однажды придете в состоянии неспособности служить. Я приводил пример моего исполнительного директора служения Пола Миллигана. Я не буду рассказывать все его свидетельства, но однажды он попытался пробежать 253 тысячи миль за год. Вы знаете, что наша Земля по экватору насчитывает 25 тысяч миль на экваторе, то есть это самая широкая часть Земли. 25 тысяч миль. Он попытался пробежать 253 тысячи миль за год, и я ему сказал, что нужно себя ограничить, потому что нужно терпение, иначе ты себя замучаешь. Но он сказал, нет, нет, у меня все в порядке, я смогу. В общем, он довел себя до ручки, ну, он сам расскажет потом свое свидетельство, но фактически он повредил свое здоровье, и целый год оставался дома, пытался восстановиться, потом у него начался рак, потом была операция, возникли проблемы с внутренним кровотечением, он практически умер, и его опять положили на операцию. Из-за двух операций, за одну неделю, его сердце остановилось, и ему пришлось установить кардиостимулятор, то есть раз, 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 вот так вот, то есть как домино, все начало валиться в его жизни, и все это произошло из-за того, что он себя не ограничивал. Нужно делать это не только физически, но и духовно. Вы не можете бежать впереди Господа. Я знал несколько лет, десятилетиями, что Бог хочет, чтобы я делал то, что делал сегодня, но я еще тогда не набрал эту скорость. Когда вы нетерпеливы, позвольте мне сказать так, я верю, что терпение это вера в длительный период времени, а не вера в коротком ее в освобождении. Можно людей накрутить, возбудить эмоционально, они могут послушать свидетельства, и на какое-то мгновение их веры хватит, у них бы такой скачок веры. Но если вы хотите с Господом продолжать плодотворно трудиться, вам нужна вера на длительный период времени. Я считаю, что вот это и есть терпение. Терпение — это не что иное, как вера в длительный период времени. Римном 10.17, там говорится, что вера — слышание, а слышание от Слова Божьего. Терпение приходит через Писание, вера приходит через Писание. Я думаю, что терпение — это не что иное, как вера в длительный отрезок времени. Я мог бы и доказать это, но это другая мысль. Так вот, в чем смысл? Вам нужна вера на длительный период времени. И для того, чтобы сохранить такую веру, вам нужно обращаться к Слову Божьему. Вам нужно с терпением пробегать то поприще, которое вам уготовано. Вы не можете позволить себе нетерпение. Когда вы нетерпеливы, один из признаков нетерпения — это когда вы не уповаете на Бога, не доверяете Богу, у вас нет спокойной уверенности. Все это определение слова веры — это спокойная уверенность. Вместо этого вы нетерпеливы, вам нужно все, и вам нужно это сейчас. В прошлом у меня возникали различные возможности чем-то занять себя, и когда я был нетерпелив, то я чувствовал, что мне нужно что-то начать делать прямо сейчас. И у меня была такая паническая атака, что нужно сейчас принимать решение. Это как раз признак того, что у вас нет терпения, и вы действительно не доверяете Богу. Когда вы Ему доверяете, это давление уходит. Когда, например, нам предложили эту землю в Вудленд Парке в Колорадо, мы купили ее в сентябре 2009 года и начали процесс оформления в июне 2009 года. И за эти три месяца, когда нам предложили эту собственность, отлично было предложение со скидкой 25 центов с доллара изначальной цены, 157 акров прекрасной земли. Мы сравнили это предложение с другими, и нас все устраивало. Но когда мы начали процесс оформления и покупки, агент по продажам сказал, вы знаете, тут есть люди, которые уже готовы поднять цену, предлагают цену выше вашей. И они уже вносят задаток. Я на самом деле не думаю, что все это было реально. Я думаю, что все это были трюки этого агента, чтобы оказать на нас давление принять решение прямо сейчас, а то мы упустим эту прекрасную сделку. Так вот, в прошлом, когда я был нетерпелив, и когда я пытался что-то заставить произойти своими силами, то я бы отреагировал немедленно на такое предложение. Нужно прямо сейчас принимать решение. Вы знаете, после того, как я вырос в 2009 году, и когда мы приобретали это здание, я сказал своим работникам, «Я не тороплюсь, я сделаю то, что Бог говорит мне. И если кто-то другой купит эту землю, ну и ладно, значит, у Бога есть что-то лучшее для нас». И я добавил терпение. У меня была вера, вера без страха, без волнения. У меня была спокойная твердость, спокойное терпение. Я ждал. И благодаря этому мы получили эту землю, и теперь все мы имеем. И когда мы начали строить первое здание, нам потребовалось два года, чтобы получить разрешение. И в какой-то момент я успокоился. Я сказал, «Ну ладно, ничего, однажды это все было сделано. Ничего, мы получим это разрешение». Сейчас мы закончили первое здание ценой в 32 миллиона долларов без долгов, и мы строим второе здание в 34 миллиона долларов. Но в два раза больше нашего первого здания, но там много уже что сделано. 34 миллиона на это здание, 18 миллионов долларов на парковку, и потом еще 180 миллионов мне потребуется, как Бог мне показал, чтобы построить библейский колледж-кампус, студенческий городок. Я верю, что все это будет сделано достаточно быстро, но у меня нет нетерпения. Я терпелив, и я дошел до такой черты в моей жизни, когда я думаю, «Ну раз Бог мне сказал, я следую за Ним, и значит, все будет исполнено, все будет сделано». Вопрос только когда, но это будет сделано. Я все сделаю, я добьюсь этого. Я знаю. Вот в этом есть терпение. Если у вас нет терпения, вы можете совершенно наломать таких дров и выйти из воли Божьей. Я учил на эту тему, когда говорил о вопросе, как следовать Божьей воле, но Моисей знал, что Бог призвал его освободить народ Израилев, но он был нетерпелив, и он не ждал. И все это произошло в 390-й год плена Израиля, когда Моисей убил египтянина и попытался освободить израильтян из египетского рабства. Хотя Писание говорило, что пройдет 400 лет в Бытии, 15 главе было дано пророчество Аврааму, что через 400 лет они выйдут из рабства. Но Моисей был нетерпелив, и на 10 лет раньше срока, Божьего срока, он попытался исполнить волю Божью. Из-за этого дети Израилевы пробыли на 30 лишних лет в рабстве, что не было Божьей воли. Сам Моисей оказался в пустыне и пережил тяжелые времена в течение сорока лет, которые Бог ему не предназначал. Все это произошло из-за его нетерпения. Вот что было причиной. И такие примеры можно приводить снова, снова, снова. Пример за примером, пример за примером. Хочу вам сказать, что тяжело сохранить баланс, и нужно мотивировать себя, нужно быть готовым двигаться вперед по первому движению Бога, чтобы вы не проводили время в дебатах целый год, чтобы вы были все-таки послушны, как это возможно, как возможно не бежать впереди Бога. Для этого нужно терпение, нужно уповать на Него и сохранять спокойствие. Все это похоже, знаете, вот на что. Я всю жизнь разводил лошадей, и мне не нравятся лошади такие, которые только ходят по тропе, они смотрят только себе под ноги, или только в тыл перед идущей лошади, их нельзя заставить бежать. Вообще нельзя заставить их бегать быстро. На таких лошадях не весело. Хочется иметь коня таким духом борца, который готов поскакать вперед. по первому удару шпор. Вот таких лошадей я люблю. Но с другой стороны, одно из самых страшных, что я когда-либо переживал, это когда ты сидишь верхом на коне, которая весит несколько сот килограмм, и она совершенно неуправляема. Это реально страшно. Таким образом, мне хотелось иметь такую лошадь с духом борца, но при этом, чтобы она была все-таки управляемая, не какая-то бешеная, бесконтрольная, и не хочется иметь лошадь, похоже на осла, который еле ползет, но какая-то смесь должна быть. Точно так же нужен человек, который достаточно духовен, достаточно борец, чтобы, когда Бог скажет, что он пойдет вперед, нужно такое отношение. Но при этом также такое отношение должно быть под контролем, потому что если вы поскачете впереди Бога, будете нетерпеливы, вы совершенно можете разрушить Божью волю, Божье предназначение. Не знаю, помогает ли вам такой пример, но для меня он очень яркий. Хочется иметь такой же дух, заряженный, хочется быть высоко мотивированным, активным, но при этом быть подконтрольным. Хочется иметь веру, но хочется, чтобы вера была подконтрольным, хочется дойти до конца своего поприща. Вот что Библия называет терпением. И как здесь говорится, что мы должны с терпением проходить прилежащее нам поприще. Если вы хотите исполнить Божью волю, не просто найти ее и начать и двигаться в нужном направлении, но хотите ее воплощать, воплотить, пересечь финишную черту победителям, то вам нужно учиться терпению. Божья воля требует времени. В Марка 4, 28 говорится, сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. А в Римном 12, 2 сказано, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Вы не можете скакать с ноля до 100 миль в час за секунду. Если это произойдет, это не будет ускорением, это будет авария, вы убьете себя. Вы не можете так разогнаться быстро и остаться в живых. Вам нужно начать и начать ускоряться. Должна быть твердость, должно быть терпение. Вера благая, угодная и совершенная. Зелень, колос, полное зерно в колосе. Нужно терпение. Верю, что Бог обращается прямо к вам сейчас. Кто-то из вас в огне, горит, готов бежать, но у вас не хватает терпения. Будьте терпеливы. Убедитесь, что то, что вы делаете, происходит в Божий срок. Если вы хотите пересечь победительную финишную черту, тогда будьте терпеливы. Пути Господни неисповедимы. Так любят говорить люди. Но правда в том, что Бог желает открывать свою волю для нас. У него есть предназначение, путь и цель. В книге «Как найти, следовать и воплощать Божью волю» Эндрю говорит о важнейших принципах успешной и плодотворной жизни христианина. Как познавать волю Божью, как она нам открывается, какие опасности могут предостерегать нас на этом пути, что может помешать нам воплотить предназначение, а что наоборот может помочь. Из этой книги вы узнаете эти и многие другие важные особенности, «Как узнать, следовать и воплощать волю Божью». Для этого вы можете позвонить по телефону 8-921-993-7009 или 8-812-371-6104 или написать нам через наш веб-сайт cbtcrussia.ru Эндрю хочет, чтобы вы знали, что можете заказать книгу с одним из его главных откровений, который обязательно изменит вашу жизнь. Это книга «Дух, душа и тело». В этой книге вы найдете ответы на наиважнейшие вопросы для каждого христианина. Что происходит, когда вы спаслись? Как ваша жизнь может меняться к лучшему? Вы узнаете, что Писание говорит об устройстве вашего внутреннего человека. Предлагаем вашему вниманию два важных учения Эндрю Вомака собранные в одной книге, которая называется «Твое новое я и Святой Дух». Новобращенные верующие со стажем получат богословение, узнав из этой книги больше о спасении, которое они получили через Иисуса Христа. Также из нее вы узнаете, почему крещение Святым Духом абсолютная необходимость для верующего, что такое говорение иными языками, для кого это дар, можете ли вы использовать его сегодня. Книга Эндрю Вомака «Евангелизация через ученичество» написана так, что по ней любой верующий сможет научиться и научить других важнейшим истинам христианской веры. Эта книга – самый простой инструмент для наставничества. Инструмент настолько простой, что все, что требуется для работы с ним – умение читать. С помощью этой книги вы сможете изучать важные библейские истины в группе, в церкви, в семье или с друзьями. Закажите книгу «Евангелизация через ученичество» прямо сейчас на нашем сайте cbtcrussia.ru в разделе «Книги и DVD». Вы можете сделать заказ, позвонив по одному из указанных ниже телефонов или написав нам на электронную почту, которую видите на экране. Еще раз повторим, что вы можете заказать учение Эндрю в книге на CD и DVD-дисках на его веб-сайте cbtcrussia.ru cbtcrussia.ru Вы можете также получить эти материалы, позвонив по следующим телефонам в России 8-921-993-7009 или по телефону 8-812-371-6104. Вы также можете написать нам письмо, отослав его на адрес, который видите на экране. А теперь давайте посмотрим анонс завтрашней программы от Эндрю. Я пережил подобное, например, мое ухо. Я стоял 6 лет в вере за его исцеление. 6 лет оно у меня болело, и врачи говорили, что у меня меланома, рак, что я умру скоро. Но я стоял в вере Богу. И не знаю, почему заняло это все столько времени. Это точно не Божья вина, а моя, наверное, вина. Но я продолжал настаивать, стоять в вере. Моя вера была в действии. Я не видел сразу результатов, и иногда оказалось, что все становится хуже. Но я продолжал стоять в вере Богу, и сегодня нет никакой меланомы. Я полностью исцелен. Я верю, что был исцелен в первый же момент, когда стал стоять в вере за исцеление. Но потребовалось какое-то время. Я не говорю вам, что у вас обязательно будет так же. Это была моя проблема, которая долго там была. Но я делал все, что знал, и стоял в вере, и все получилось. Мне нужно было терпение. И вам нужно терпение, когда речь заходит о познании Божьей воли. Бог дает вам какую-то идею на продукт. Может быть, вы начинаете бизнес. Всякие разные идеи могут приходить от Бога, но все это не происходит немедленно. И только если вы не подключите свою веру, когда длительный период времени вы будете трудиться, стоять в вере, это Библия называет терпением, тогда вы не пропустите передачу «Истинная Евангелие завтра». Вы можете поддержать наше служение, чтобы мы смогли предложить вам еще больше книг и программы Эндрю Вомака на русском языке. Для этого зайдите на наш сайт cbtcrasha.ru, зайдите в раздел «Пожертвовать». Далее, следуя указаниям на экране, заполните форму слева, указав свои контактные данные. Введите сумму для пожертвования. Обязательно поставьте галочку в разделе «Новости служения». Нажмите кнопку «Пожертвовать», чтобы сделать пожертвование с помощью кредитной или дебетовой карты. Безопасность платежа обеспечивается службой Яндекс. Благодаря вашим пожертвованиям наше служение сможет и дальше распространять «Истинную Евангелие» с Эндрю Вомаком. Если у вас есть вопросы или вы хотите сделать заказ книг и дисков Эндрю Вомака, свяжитесь с нами по одному из телефонов или написав на электронный адрес, который видите на экране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова